ТОП 10 КРУПНЕЙШИХ ЛЕДОКОЛОВ МИРА 2023 ГОДА Ледокол – это специальное судно, предназначенное для движения по покрытым льдом морям и открытия судоходных путей для других судов. Хотя эта фраза обычно относится к судам, которые ломают лед, ледокола также могут использоваться для описания небольших лодок, таких как ледокольные лодки, которые исторически использовались на каналах в Соединенном Королевстве. Ледокола прорываются сквозь замерзшую воду или паковый лед, чтобы открыть путь для проходов. Носовая часть ледокола может столкнуться с очень толстым льдом, который может треснуть под весом корабля. Морской лед часто ломается без существенного изменения дифферента корабля, поскольку он имеет очень низкую прочность на изгиб. Ледоколы имеют специально созданный корпус, чтобы направлять расколотый лед под лодкой или вокруг нее, поскольку скопление битого льда перед лодкой может замедлить ее гораздо больше, чем фактическое разрушение льда. Дальше приведен список самых больших ледоколов в мире. 10. Джеймс Кларк Росс Судно Джеймс Кларк Росс был построен на верфи Swan Hunter Shipbuilders в Великобритании и был назван в честь британского исследователя Джеймса Кларка Росса. Он заменил судно Джон Бескоу в 1991 году. Он был спущен на воду ее величеством королевой Елизаветой II 1 декабря 1990 года. Длина судна составляет чуть более 99 метров, ширина почти 19 метров. Автономность судна до двух месяцев позволяет проводить исследования в любой точке мирового океана. В марте 2018 года судно Джеймс Кларк Росс должен был взять пробы морских обитателей вокруг крупнейшего в мире айсберга A68, но не смог добраться до места из-за состояния морского льда. После 30 лет службы Джеймс Кларк Росс был продан Национальному Антарктическому научному центру Украины в августе 2021 года. 9. Поларстерн Судно Поларстерн – немецкий исследовательский ледокол Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Брёмерхофене, Германия. Поларстерн был построен в Рёнцбурге, введён в эксплуатацию в 1982 году и в основном используется для исследований в Арктике и Антарктиде. Судно имеет длину 118 метров и представляет собой ледокол с двойным корпусом. Он работает при температуре до минус 50 градусов. Поларстерн может пробить лёд толщиной от полтора метра на скорости пять узлов. Более толстый лёд, толщиной до трёх метров, может сломать тараном. Корабль играет центральную роль в альбоме немецкого музыканта Шиллера 2010 года от Эмлас. Трек назван в честь корабля. Он также фигурирует на одноимённом DVD, на котором показана экспедиция музыканта на судне. 8. Луи Сен-Лоран Судно Луи Сен-Лоран – тяжёлый ледокол канадской береговой охраны. Это крупнейший ледокол и флагман компании. Корабль назван в честь Луи Сен-Лорана, занимавшего пост 12-го премьер-министра Канады с 1948 по 1957 год. Длина судна – 119 метров. Луи Сен-Лоран работает на базе в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Текущий темп работы судна состоит из летних рейсов в Канадскую Арктику, где оно поддерживает ежегодные арктические морские перевозки в различные прибрежные населённые пункты и выполняет междисциплинарные научные экспедиции. В зимние месяцы Луи Сен-Лоран иногда работает в заливе Святого Лаврентия, чтобы помочь судам в переходе в Монреаль, Квебек, хотя обычно он выполняет это задание только в особенно тяжёлые ледовые годы. 7. Полар Стар Судно Полар Стар – тяжёлый ледокол береговой охраны США. Введённый в эксплуатацию, в 1976 году корабль был построен компанией Lockheed Shipbuilding, штат Вашингтон. Длина судна – 122 метра. Базируясь в Сиэтле, Полар Стар работает под контролем Тихоокеанской береговой охраны и координирует свои операции через секцию ледовых операций береговой охраны США. После закрытия судна Полар Си в 2010 году Полар Стар стал единственным тяжёлым ледоколом в США. Единственный другой ледокол береговой охраны Аск Хилли, несмотря на то, что он классифицируется как средний ледокол, на самом деле больше, чем Полар Стар. Шестой. Полар Си Судно Полар Си – тяжёлый ледокол береговой охраны США. Введённый в эксплуатацию 23 февраля 1977 года, корабль был построен компанией Lockheed Shipbuilding в Сиэтле, вместе с родственным кораблём Полар Стар. Её порт приписки – Сиэтл, штат Вашингтон. Длина судна – 122 метра. Полар Си имеет достаточную прочность корпуса, чтобы выдерживать мощные ледокольные нагрузки, характерные для её операций. Обшивка корпуса и связанная с ней внутренняя опорная конструкция изготовлена из стали с превосходной низкотемпературной прочностью. Часть корпуса, предназначенная для таранного льда, имеет толщину 44 миллиметра в носовой и кормовой частях и толщину 32 миллиметра в средней части судна. 5. Хилли Судно Хилли – это крупнейший и наиболее технологически совершенный ледокол США, а также крупнейшее судно береговой охраны США. Береговая охрана классифицирует его как средний ледокол. Длина судна – 128 метров. Он базируется в Сиэтле, штат Вашингтон, и был введен в эксплуатацию в 1999 году. 6 сентября 2001 года судно Хилли впервые посетил Северный полюс. Второй визит состоялся 12 сентября 2005 года. 5 сентября 2015 года Хилли стал первым надводным кораблем США без сопровождения, достигшим Северного полюса. Четвертый визит на полюс и ее второй визит без сопровождения произошел 30 сентября 2022 года. Судно Хилли предлагает жилье для 50 ученых, более 390 квадратных метров, помещений для научных лабораторий, широкий спектр электронных сенсорных систем и океанографические лебедки. Судно Хилли может работать при низких температурах и предназначен для разрушения льда толщиной до 3 метров при подпирании и трамбовке. Он также может непрерывно ломать лед толщиной до 1,5 метра со скоростью 3 узла. Четвертый. Ледокол Аглхаз-2. Аглхаз-2 – южноафриканское полярное ледокольное судно снабжения и исследований, принадлежащее департаменту по вопросам окружающей среды. Он был построен в 2012 году на верфи стекс Финланд-Рома в Рауме, Финляндия, для замены стареющего с Аглхаз, который был выведен из эксплуатации в Антарктике в апреле 2012 года. Длина судна – 134 метра. В отличие от своего предшественника, Аглхаз-2 с самого начала проектировался для проведения как научных исследований и снабжать южноафриканские исследовательские станции в Антарктике. Во время путешествия в море Уэделла в феврале и марте 2022 года Аглхаз-2 служил базой для экспедиции Энданс – 22 фонда морского наследия фолклендов. С помощью подводного аппарата участники экспедиции обнаружили обломки корабля «Сэра» Эрнеста Шеклтона «Энданс» на глубине 3400 метров, под поверхностью дна моря Уэделла. Судно «Энданс» затонуло в 1915 году после того, как его раздавило льдом. 3. Ледокол «Швайрасе». Судно «Швайрасе» – японский ледокол, эксплуатируемый морскими силами самообороны Японии, и 4-й японский ледокол для антарктических экспедиций. Он унаследовал свое имя от своего предшественника. Спущен на воду в апреле 2008 года и сдан в эксплуатацию в мае 2009 года. Свой первый рейс он начал 10 ноября 2009 года. Длина судна – 138 метров. 17 февраля 2014 года судно «Швайрасе» сел на мель недалеко от беспилотной станции «Молодежная» в Антарктиде. В то время как внешний корпус был пробит, судну не угрожала опасность затопления и не было сообщений об утечке мазута. 2. Ледокол «Вайгач». Судно «Вайгач» – это мелкосидящий атомный ледокол. Построен в 1989 году для Советского Союза на верфи Вартсиламоин, Хельсинки, в Финляндии, по заказу Мурманского морского пароходства. Его родственный корабль – «Таймыр». Длина судна – 151 метр. 15 декабря 2011 года в результате пожара на борту «Вайгача» во время проводки торговых судов из «Дудинки» в Мурманск два члена экипажа погибли, а третий получил тяжелые ранения. Пожар, возникший в одной из кают экипажа, предположительно по неосторожности и потушенный экипажем к четырем часам утра, не нанес ущерба ядерному реактору корабля. 1. Ледокол «Арктика». «Арктика» – российский атомный ледокол, построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Является головным кораблем ледоколов проекта 22220 и пришел на смену предыдущему классу атомных ледоколов, как крупнейший и самый мощный из когда-либо построенных ледоколов. Длина судна – 173 метра. Заключительные ходовые испытания начались в конце августа и завершились 16 сентября 2020 года, после чего «Арктика» вернулась в Санкт-Петербург, чтобы подготовить судно к первому рейсу в Мурманск. 22 сентября 2020 года «Арктика» отплыла из Санкт-Петербурга в Мурманск. Во время двухнедельного плавания ледокол также направился к полярным льдам за пределами земли Франца Иосифа, чтобы отрегулировать электродвигательную установку корабля в покрытых льдом водах. Ледокол «Арктика» достигла географического Северного полюса 3 октября и после того, как судно столкнулось с льдом толщиной до 1 метра 20 сантиметров. Оказалось, что недостаточно прочности судна для проверки возможностей нового атомного ледокола прибыл обратно в порт приписки 12 октября.